2020 год в нашей стране объявлен годом волонтера. И надо сказать, что это решение пришлось как нельзя кстати. В период пандемии помощь волонтеров оказалась просто необходимой. При этом спектр деятельности волонтерских организаций весьма обширный. Об этом мы обо всем поговорим сегодня. Здравствуйте! В прямом эфире телеканал ЖТСУ программа «Сегодня». И у нас в гостях директор волонтерского центра «Доский Зет», руководитель Центра поддержки и развития волонтерства при Ассамблее народа Казахстана-Алматинской области Котельникова Лариса Леонидовна. Здравствуйте! А также ее заместитель Усанова Руфина Касымовна. Здравствуйте! Здравствуйте! И прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны вы сейчас видите на своих экранах. Звоните, пишите нам на WhatsApp. Все ваши звонки будут приняты, мы обязательно ответим на ваши вопросы. И первый вопрос, Лариса Леонидовна, все-таки, поскольку мы говорим о волонтерстве, кто же такой волонтер? Какие есть ли какие-то критерии для тех, кто хочет стать волонтером? Но хотелось бы сказать, что волонтер это в первую очередь человек с большой душой и с добрым сердцем. Мне бы хотелось отметить, что существует несколько мифов про волонтеров. И один из мифов это говорят, что волонтер это бесплатная рабочая сила. Не совсем так, потому что волонтер в первую очередь тратит свое собственное время для реализации чего-то, какого-то дела, какого-то проекта, для оказания помощи нуждающимся, для нуждающихся. Это миф о том, что волонтеры, они где-то лежат на складе, скажем так. Я люблю повторять, иногда часто звонят и говорят, пожалуйста, дайте нам 10 волонтеров. Я говорю, хорошо, я пойду на складе, сейчас их возьму. Волонтеры, они, это люди, которых надо воспитывать, взращивать. Это прививается, наверное, со школьной скамьи, с детства. На примере старшего поколения, на примере родителей. Хотелось бы отметить, что волонтеры в нашем понятии очень часто, это люди молодые, это школьники, студенты. Хотелось бы не согласиться с этим, сказать, что очень много волонтеров среди именно старшего поколения. Есть золотые волонтеры. Очень много среди них, которые интеллектуальные волонтеры. Это наши люди, которые бывшие журналисты, педагоги, врачи, просто интеллигенцы, которые вышли на заслуженный отдых и не хотят оставаться в стороне, а они стараются принести пользу обществу и ближним своим. Хотелось бы сказать, что волонтер сейчас. Это не просто модное слово. Да, этот год объявлен годом волонтера, но хотелось бы отметить, что волонтерство было всегда. С детства мы помним, что помогали в школе пожилым, где-то высаживали цветы, убирали улицы, засадили деревья. Это все и было волонтерство. Просто оно называлось по-другому. И получается, что волонтеры были всегда. Не только в этот год они появились, а были всегда волонтеры. Наверное, это присуще обществу нашему. Это воспитание, потому что всегда, в первую очередь, нас воспитывали и говорили, что нужно помогать ближним своим. Поэтому это, наверное, впитывается с кровью матери и с землей, где ты растешь, и любовью к этой земле. Потому что всегда хочется помочь, показать и сделать свой вклад, чтобы остался след. А если ты помогаешь кому-то, и это дает хорошие плоды, результаты, это очень здорово. Мы знаем, что в январе при Ассамблее народа Казахстана был создан Центр развития и поддержки волонтерства. Для чего он был создан, почему он был создан? Почему именно Ассамблея и волонтерство такие два созвучных понятия? Ну, в Ассамблеи народа Казахстана входят этнокультурные объединения различных этносов. И мне бы хотелось сказать, что именно наша Алматинская область впервые в 2017 году стала говорить об этноволонтерах. Впервые тогда мы заявили, был проект в рамках Центра поддержки гражданских инициатив реализовывался, где именно проходили исследования по определению направлений волонтерства. И вот тогда мы впервые, опрашивая общественные организации, опрашивая граждан простых, студентов, школьников, тогда мы впервые определили, что в этнокультурных объединениях работают этноволонтеры. Это те, которые несут культуру, традиции, обряды показывают, которые стараются сохранить историю, сохранить культурное наследие. И поэтому присуще волонтерство, оно перешло как отцет на волонтерство, и, соответственно, общественные объединения, в первую очередь, они приносят пользу обществу. Поэтому наши волонтеры объединились, и у нас есть экологические проекты, очень хорошие в период пандемии, поднялись все сейчас и протянули друг другу руку помощи, потому что только вместе мы можем преодолеть все эти беды. Волонтеры этнокультурных объединений также принимают активное очень участие, именно формирование, оказание благотворительной помощи на расстоянии медиа-волонтерства, то есть очень много направлений. В рамках этого направления мы заключили меморандум о сотрудничестве, разработали совместность программы, это с Гражданским альянсом Алматинской области, это Назарбаев интеллектуальная школа, это управление образованием, это общественный фонд выйдя за рамки. То есть очень много организаций, и мы таким образом аккумулировали возможности для реализации более таких масштабных проектов. Руфина Косомовна, может быть, нам расскажет сейчас о том, какая конкретно работа была проведена молодежью волонтерского центра при ассамблее, или может быть даже не только молодежи, в целом волонтерский центр, вот именно в период карантина, в период пандемии, какую работу осуществлял? Ну, хотелось бы сказать, что одной из структур ассамблей народа Казахстана является республиканское молодежное движение Жан Гружола, и в каждом городе по всей республике есть региональные штабы. Так вот, именно региональный штаб нашей области представляю я, и с момента начала ЧП, ну, объявления ЧП, и вообще в период всей эпидемии, пандемии мы провели очень огромную работу. Изначально, когда только начали устанавливать блокпосты, мы развозили питание для полицейских, медиков, которые работали там, которые несли свою службу, и тем самым заботясь о нашем здоровье. Нас поддержали ТОО «Фортуна Фуд», нас поддержали «Пати Фуд», «Фрэш-су» предоставляли питьевую воду, и если рестораны оказывали поддержку только первые несколько дней, потом уже эту проблему решили каким-то образом, то «Фрэш-су» на протяжении всего времени, что были установлены посты, они ежедневно доставляли воду, ну, мы помогали доставлять воду. Мы работали, конечно, не сами, мы работали совместно с несколькими организациями. Одной из таких организаций было волонтерское движение «Лидер КИЗ». Я думаю, уже многие его знают, о нем наслышаны. Также мы доставляли в период пандемии продукты малообеспеченным, нуждающимся семьям. Я опять-таки повторю слова Ларисы Леонидовны, не только в год волонтера и не только в условиях пандемии мы начали заниматься данной деятельностью. Мы уже давно ведем эту работу, на протяжении нескольких лет, но вот именно в период пандемии большее число людей захотели оказать поддержку и помощь. Несмотря на то, что финансовое состояние у некоторых ухудшилось, тем не менее они делились тем, чем могли, чтобы мы посетили именно семьи, которым необходима помощь. Лично мной, я уже не говорю о нашей всей команде, лично мной было посещено более 150 семей. Но я имею в виду с марта до сегодняшний день, буквально на прошлой неделе, мы посетили 10 семей многодетных матерей, детям которых нужна была небольшая, но все-таки поддержка. Молодежь в конце июля прошлого года по всей республике запустила челлендж «Маска Тахнус» или «Носите маску». Мы с нашими ребятами на самых многолюдных местах нашего города, прямо на тротуарах, на плитке, мы просто писали баллончиками, чтобы призывали людей носить маски. Так и называлась эта акция «Маска Тахнус» или «Носите маску». Мы прямо эти слова и выводили на земле, тем самым призывая безответственных, ну не то что безответственных, а не очень ответственных граждан к ношению маски. Потому что все мы видим, что еще не все понимают сложность ситуации, и есть еще люди, которые не очень хорошо относятся к идее ношения маски. Спасибо большое. Хочу напомнить, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Задавайте свои вопросы, звоните, пишите на WhatsApp. Кроме того, хочу сказать, что сейчас идет онлайн-трансляция в Facebook, и также можете посмотреть нашу программу. Лариса Леонидовна, вот еще вопрос. Помимо благотворительности, все-таки волонтерский центр оказывал еще и какие-то консультации. То есть помощь же различная бывает. Да, хотелось бы сказать, что когда случилось, объявили чрезвычайное положение, очень много людей были просто в смятении. Что делать, как работать дальше, как жить, несмотря на то, что всех перевели в основном на удаленный режим работы. Где-то вообще закрылись, остановились предприятия, торговые дома. То есть больше была, конечно, паника у людей первое время. И нам пришлось просто выходить и отвечать обращающимся на Facebook, на страницах социальных сетей, в личных сообщениях посредством WhatsApp, по рассылкам, давать четкие инструкции, как поступать, как подать заявку для получения 42 500, какие категории граждан подходят, что необходимо для того, чтобы стать платежщиком ЕСП, потому что без этого невозможно было получить 42 500. В общем, оказывались ряд юридических консультаций. По нашим подсчетам, около 5000 человек получили такую консультацию. Я могу сказать не только по Алматинской области, но это охват по Казахстану. Так как мы не смотрели, откуда обращается человек и помогали. Очень многим просто помогали подавать саму заявку. Как получить ЭЦП на портале ЕГОВ, тоже объясняли. То есть вся структура, что необходимо, поддерживали. Проводились разъяснительные работы по поводу того, почему необходимо соблюдать масочный режим, почему важно соблюдать санитарный режим, почему важна дистанция в транспорте, как вести себя. То есть очень много таких вопросов возникали. Мы собирали информацию по нуждающимся. Если мы не могли оказать помощь, то мы передавали списки лидер КИЗ в организации, в Акиматы, то есть где молодежный центр, где была возможность. То есть передавали эти списки. В тот период, когда были закрыты все границы, заявки о помощи поступали с районов, мы искали в тех районах людей, которые могут найти и оказать помощь продуктами. В основном это были, конечно, продукты. Поэтому точные цифры сказать, сколько было оказано, скольки семьям была оказана помощь, мы не можем. Потому что многие люди просто помогали, отвозили, и просили нас, не надо ни считать, ни говорить. И вот мы отвезли, помощь оказали. Больше мы, наверное, отслеживали по словам благодарности, которые нам поступали. Это вот в тяжелый период, когда первая волна получилась. Лариса Леонидовна, мы знаем, что сейчас вы работаете над проектом, который называется «Бергем из Болем». Можете рассказать поподробнее, что за проект, на кого он нацелен, какие проблемы должен решить? Проект «Бергем из Болем» реализуется в рамках гранта Центра поддержки гражданских инициатив при финансировании Министерства информации и общественного развития. В проекте принимают участие около тысячи учащихся сельских школ 8-11 классов. Основная цель этого проекта – все-таки оказать репетиторскую помощь детям из сельской глубинки, из сельских школ. Наш президент, Косможемар Кемельевич Такаев, он четко определил и высказал, что в сельской местности, к сожалению, по уровню знания дети, они отстают от детей в городских школах. Это возникает в первую очередь, потому что не хватает кадров квалифицированных. Где-то с интернетом проблемы, то есть оснащение школ сельских послабее. И в связи с этим в республике был разработан такой большой общенациональный проект. На самом деле проект реализуется в 14 областях, именно в сельских регионах. В рамках этого проекта привлекается, нами привлечено около 100 волонтеров для того, чтобы они могли оказывать услуги детям. Изначально мы, наверное, когда писали проект, мы уже рассматривали возможность дистанционного образования, то есть работа дистанционно. На тот момент, это был февраль месяц, тогда казалось, что дистанционное образование – это новое что-то, интересное будет, и весь проект на этом наш строился. К сожалению, получилось так, что наши дети все перешли на дистанционное образование. Но, наверное, это дало возможность стремительному развитию нового формата образования. В своем проекте мы делаем ставку на то, что должны участвовать выпускники, студенты педагогических вузов. Для них это дополнительная возможность, получившие образование, навыки, попробовать именно реализовать именно с учащимся в дистанционном образовании и в таком плане, в плане репетиторства. Это нарабатываются контакты со школами в первую очередь. То есть студенты, они уже потихоньку изучают ситуацию. Это более, мне кажется, будет для них перспективно, для определения будущего своего места работы. А для ребят тоже интересно – это общение, это новые интересные люди, что-то меняется. Буквально июль месяц закончилась сдача ЕНТ. Первый поток нашего проекта – это была именно подготовка к ЕНТ. И вот в июле закончили сдачу ЕНТ. Мы проводим анализ своей работы. То есть были со школ получены данные по предварительному ЕНТ ребят. И сейчас со школ предоставлены данные по итогам уже, по итогам ЕНТ. Могу сказать, что с помощью наших волонтеров ребята улучшили, конечно, свои знания. Почему? В первую очередь, наверное, сыграло то, что ребенок, обращаясь к нам, то есть с той, что мы работали, непосредственно работали на той теме, которая ему была непонятна. То есть она разбиралась по конкретным вопросам. Так что в перспективе у нас еще это изучение английского языка, проведение тренингов и онлайн-лагерь. Думаю, что будет очень интересно. Вот онлайн-лагерь. Руфина Касановна, расскажите, пожалуйста, что это такое, каким образом он вообще будет проходить, что себя представляет? Ну, я для начала хочу немного дополнить Ларису Леонидовну. Она начала говорить о том, что волонтеры — это не наемные работники, но тем не менее волонтеры — это не те люди, которые работают бесплатно. Да, конечно, большинство из нас — это те, кто не получает никакого вознаграждения за потраченное время, но тем не менее волонтеры, которые участвуют именно в нашем, в данном проекте, имеют огромные возможности. Во-первых, каждый из волонтеров получает рюкзак, получает флеш-накопитель. Получает канцелярские принадлежности. И по итогам всего конкурса, то есть мы своих волонтеров оцениваем. Оценивают супервайзеры, которые работают с ними, и отправляют информацию нам. То есть на протяжении всего проекта волонтеры зарабатывают себе баллы. По итогам мы будем определять победителей. То есть у нас есть денежные сертификаты на 100 тысяч тенге. Там по категориям делятся. Ну, это такие категории, как лучшая команда, лучший волонтер и так далее. И также денежные сертификаты на 50 тысяч тенге. Что касается имена лагеря, то мы проводим его с 14 по 21 августа. По 22 августа награждение мы планируем провести 28 августа. Что будет включать в себя лагерь? То есть он будет делиться на две смены. Первая смена у нас будет более такая официальная. Это будут проводиться олимпиады. Олимпиады будут проводить наши партнеры, общественный фонд Beyond Circulum. Они предоставят буквально сегодня в 9 часов вечера у нас будет проходить информационная встреча с организаторами. И они будут обучать наших волонтеров, каким образом нужно отвечать на вопросы. Вторая часть лагеря, она будет посвящена изучению языков. Языков это казахский, английский, русский языки. Здесь программа немного насыщенная, потому что ребята будут не только заниматься, но также мы приготовили для них очень много развлекательных викторин. В том числе у нас есть даже день у нас будет начинаться с разминки. Также после обеда у нас есть танцы, будут волонтеры преподавать танцы. Также мы хотим включить туда различные кулинарные конкурсы. Программа очень насыщенная, будет интересно. С нами совместно работает Государственная детская библиотека имени Бигалина. Они подготовили шесть викторин, тоже очень интересные, замечательные викторины. Касательно именно патриотизма, цель главных данных викторин. Развитие, укрепление чувства патриотизма в детях, в учениках средних школ. Также с нами активно работает управление образования. Изначально, когда мы только начали реализовывать проект, у нас сейчас на сегодняшний день подписан меморандум знанной организации. Очень активно подключились ребята в качестве волонтеров, ребята из Назарбаев интеллектуальной школы. Также мы привлекли студентов Житсуйского государственного университета, который также активно с нами сотрудничает. По итогам лагеря все дети получат призы. Ну не все, конечно, победители лучшие, но призов у нас достаточно. Так что я думаю, все участники могут рассчитывать на какие-то хотя бы поощрительные призы. Мы всего приготовили 60 смартфонов. Также у нас будут разыгрываться планшеты, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Может быть, тогда сейчас сразу сказать, каким образом можно принять участие в лагере, если ребята смотрят нас? Ну вот сегодня у нас началась регистрация. С сегодняшнего дня мы уже раскидали ссылки. Ребята в первую очередь должны заполнить анкету, которая будет предоставлена в Google форуме, отправить ее. Мы обработаем каждую анкету. И уже по результатам анкетирования, потому что не всегда корректно заполняются анкеты, мы будем рассылать каждому персонально приглашение для участия в онлайн-лагере. Все вопросы сейчас вы можете задать по телефону 8 705 544 1331. Я могу повторить номер телефона, если кому-то надо. Спасибо. Спасибо большое. Лариса Леонидовна, вот вы сказали, что волонтеры у вас были, да, и школьники на зарабатывательной интеллектуальной школе, и студенты ЖИГУ. Вот кто именно принял участие, и есть ли какой-то у них положительный результат от того, что они участвуют в вашем проекте для самих студентов? Ну, знаете, вот я уже говорила, что для студентов в первую очередь это все-таки налаживание коммуникации, это возможность прокачать свои знания полученные, это возможность определиться и выбрать себя. То есть не обязательно преподаватель английского языка преподает у нас английский. Очень важно же разговорная речь, чтобы налажена была. И очень важно, что ребята получают возможность общения, это работа учиться работать в команде, поддержки. Мы со своими ребятами работаем так, что мы всегда интересуемся и поддерживаем их инициативы. Большая часть лагеря будет проводиться именно волонтерами. То есть мы дали им, предоставили право выбора и возможность реализовать свои где-то творческие способности, где-то литературные способности, организаторские способности. Мне хотелось бы отметить, что в нашем лагере будут отряды. Каждого отряда будет вожатый. Вожатый из числа волонтеров. У нас каждый день завершаться будет часом отряда, где первый день ребята придумывают название отряда, визитку своего отряда. И они будут представлять, рассказывать о себе. И каждый день будет отличаться каким-то определенным значком. Может быть, это будет смайлик или корона. И все участники лагеря должны будут выйти, участвуя в викторине, в прямом эфире. То есть работая в зуме, они должны быть или в коронах, или в шляпе, или со смайликом. То есть такой интересный элемент добавили. Поэтому волонтерство – это, наверное, возможность реализовать свои способности, реализовать свои возможности и найти себя все-таки. Вообще тема очень обширная. Масса вопросов, но, к сожалению, программа наша уже подходит к концу. И, может быть, есть какие-то пожелания или планы, которыми хотелось бы поделиться в завершении программы? Знаете, есть такое пожелание ко всем нам. Надо быть терпимее. И все-таки есть такое, что говорится, что если хочешь уйти далеко, иди один. А если хочешь достигнуть цели и получить результат, то иди вместе со всеми. То, наверное, мы должны идти вместе все. А волонтеры – это те люди, которые, наверное, помогают в силу своей такой возможности и доброты. В условиях сложившейся ситуации я, конечно же, в первую очередь хочу пожелать всем здоровья. Здоровья, долголетия. Пусть у всех все будет хорошо. Как сказала Лариса Леонидовна, давайте будем все вместе, давайте продолжать жить в такой же дружбе, в мире и в согласии. Ну, конечно же, в первую очередь призываю всех граждан соблюдать условия карантина, соблюдать, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Только так мы сможем победить и выиграть в этой войне. Спасибо большое. Я желаю, чтобы ваши проекты были реализованы успешно. Спасибо за беседу. Думаю, она получилась интересной и познавательной для наших телезрителей. А я напоминаю, что у нас в гостях были руководители Центра поддержки и развития волонтерства при Ассамблее народа Казахстана Котельникова Лариса Леонидовна и ее заместитель Усанова Руфина Касымовна. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин